3 мая – Всемирный день свободы прессы. В рейтинге репортеров «Без границ» Украина занимает 179 место, хотя еще три года назад была на 89-м. Узнаем у украинцев, считают ли они свои СМИ независимыми и о чем, на их взгляд, журналисты могут умалчивать. Конечно, мы не считаем нашу прессу независимой. Она полностью зависит от наших отправящих партий или от оппозиционных партий. И то, что хочет, кому удобнее, а те проплачивают и то пишут. Наши СМИ никак не могут быть свободными, потому что тот, кто заказывает музыку, тот ее оплачивает. Просто-напросто. В чьих интересах она действует, те, кто платит деньги. Она же не может быть свободна, она не может существовать на свои деньги, которые она сама зарабатывает. Сейчас говорят о чем угодно и пишут, что хотят. Она зависимая. Потому что деньги. Журналисты получают деньги от собственников телеканалов или медиа. И поэтому она зависимая. Собственники диктуют и определяют редакционную политику. Проблема коммунальной сферы коммунальных тарифов. Упрощается абсолютно. Пресса молчит. А Межегорье, которое имеет Янукович? Молчит о том, что он имеет охотничьи угодья где-то там в Крыму или еще где-то. Постулат о том, что наше население платит много за газ, потому что Россия поднимает, но при этом умолчивается, что больше половины газа украинского происхождения. Наша пресса, она зависима. И поэтому у нее нет свободы слова. И все боятся, говорят о проблемах в правительстве и отношении правительства к людям. Они абсолютно, те, кто имеет как бы свободу слова, они просто молчат. Никто не хочет разговаривать, выступать против правительства. Мы считаем, что наша пресса в принципе независимая. Если взять все страны СНГ, то Украина, наверное, одна из самых свободных стран в этом плане. Если они говорят правду, то их просто убивают. Я думаю, что тема, если она интересная, то, скорее всего, журналисты не могут ее обойти, потому что, если об этом все говорят, и конкурирующие издания об этом говорят, то, если издание об этом не говорит, то, в принципе, оно уже теряет свои рейтинги. И оно уже не такое интересное читателям. NTD. Киев. Украина.